Добрый день! Вы смотрите YouTube-канал Ингрия Безграниц. Сегодня гость нашей студии, главный редактор Псковской газеты «Псковская губерния» Денис Камалягин. Здравствуйте, Денис! Всем добрый день! Меня зовут Максим Кузахметов, и сегодня мы говорим о том, живы ли традиции Псковского веча, Псковской независимости, тысячелетней истории в современном Пскове. Но для начала я бы предложил коротко напомнить тем, кто нас смотрит, вообще историю возникновения Псковской республики и, коротко, главные этапы жизни этого удивительного государства. Ну, в общем, наверное, появление Псковской республики — это одна из важных вех для гордости псковичей. Это княгиня Ольга, но к ней мы еще вернемся. Это вообще первые поселения, если мы от поселений прям отталкиваемся, они появились, ну, где-то в VII веке, это точно уже находят какие-то остатки первых поселений на территории Псковской области. Угородище, да? Да, да. А вот как город, как такой торгово-промышленный центр? Сам Псков появился в 1903 году, чуть раньше, в 862 году появился Изборск. Ну, Изборск — это как раз была крепость, но, наверное, сотни последующих лет для Пскова были связаны с торговлей в первую очередь. И Псков появился как торговый центр, его основала княгиня Ольга, которая в какой-то период даже была княгиней Киевской Руси. То есть еще и такие традиции. Одна из первых женщин-правительниц. Первая женщина-правительница, первая женщина, принявшая христианство, напомню. Вот поэтому... И все Псков. И все Псков, да. И в Пскове же родился будущий великий князь Владимир Красный Солнеч. Креститель, да, святой. Да, уже официальный креститель Руси. И вот он, как внук ее, стоит в центре Пскова, главный памятник, где Ольга с князем Владимиром на Октябрьской площади. И вот, наверное, это такая, ну, важная... Идеологически, исторически, безусловно. Но нас интересует, что вот несмотря на то, что возникновение самостоятельного крупного торгового центра, хоть и было связано с династией Рюриковичей, тем не менее, в последующем удивительным образом, в отличие от многих других крупных городских центров Древней Руси, Псков превратился в республику. Ну, как и Новгород. У них были свои традиции, у них были... Ну, они были сильны экономически, в первую очередь. И в этом помог Гонзейский союз в свое время, в который ходили и Псков, и Новгород. И купцы... Купеческая знать, так скажем, имела влияние в Пскове даже больше, чем в Новгороде. Более того, впоследствии, хотя Псков некоторое время находился под серьезным влиянием Новгорода, из Новгорода присылали... Ну, купаться, наверное, громко сказано, потому что такой вот кровавой вражды все-таки не было, и чуть что быстро объединялись. Наоборот, да. Но, тем не менее, на каком-то этапе Псков освободился и из-под этой опеки. — Да, это был XIV век официально по результатам Болоховского или Болотовского договора, по-разному пишет. В 1348 году Псков отделился от Новгорода. Но уже несколько десятилетий он, де-факто, был независим. В Пскове уже к тому времени чеканили свою монету. Насколько я помню, это... — То есть это абсолютно самостоятельное, независимое государство. — Государство со своими деньгами, со своей властью. — Республика. — Республика. — Никакой монархии, все должности выборные. — Да, причем Вече было менее номинальным, чем оно было в Великих Луках, хотел сказать, в Великом Новгороде, где все равно княжеская власть была гораздо сильнее, чем в Пскове. — Но там еще парадоксальным образом предшествующие князья, знаменитые как Давмонд, они тоже сыграли важнейшую роль в том, чтобы Псков из автономного центра превратился именно в независимое государственное образование. Укрепляли это все экономически, были построены мощные стены. Ну, там сейчас, наверное, представляется, вот когда центр Кром видит, да, что вот он здесь был. Это не так. Это была такая цитадель, а город был огромный. Десятки тысяч жителей, самодостаточные по-своему, но экономически-то уж точно. — Ну да, это как бы не была центральная часть города, но даже там за территорией реки Великой, которой якобы там не было построек, но там было очень много жителей, которые занимались как раз вот ремеслом и торговлей. — Ну, как любой экономический центр притягивает, да, там, жителей. И вот эта история Пскова насчитывала, получается, не меньше века, как самостоятельного крупного независимого государства, республиканского, еще раз напомню. — Так почти два века, потому что до 1510 года, до присоединения к Москве, он был независим. До факта это одна из последних республик, я не помню, по-моему, Тверская только позже была. — Ну, Рязанское княжество, наверное, последнее было. — А, да, в 1522 году. — Ну, это были уже формальности. Вот вы упомянули присоединение, правильный ли это термин, присоединение? Ну, референдум какой-то, о вхождении? — Нет, приехал представитель князя, который зачитал его. — Московского князя, да? — Да, конечно. И сказал снять вечевой колокол, отвезти его. — Ну, не просто же так все это произошло. Там была история с покорением Новгорода, завоеванием, по сути, Новгорода, военным завоеванием. — Да, это было именно так. Еще удивительно, что очень много лет-то после этого прошло, когда Псков оставался. — Пока руки у московских великих князей дошли, в том числе и до Пскова, тоже все было непросто, но были достигнуты компромиссы, была обещана автономия какая-то торговая. — Конечно. Все было обещано, только увезли большую часть главных таких семей, которые имели влияние в Пскове, их вывезли в Москву. А в Псков, соответственно, привезли московские семьи, так скажем, их ассимилировав и размыв. — Но тем не менее, насколько я помню, немгновенно были утрачены вот эти все традиции независимости, потому что, наверное, вот такая драма — это уже правление Ивана Грозного. Когда после Новгородского погрома был преподнесен такой страшный урок потенциальным сепаратистам, даже неважно, ты реальный сепаратист или это подметные грамоты какие-то. Когда из Новгорода фактически было депортировано все выжившее население, а тысячи людей были перебиты. И это вот такой урок Пскова тоже повлиял, что лучше не связываться. — Ну да, это же та известная история с Юродивым Николаем, история про мясо. — Ну, Юродивый, да, который уберег Псков, на суеверного Ивана Грозного все это подействовало, только поэтому он не устроил кровавые репрессии по опыту великого Новгорода. То есть, значит, остались какие-то люди, которые что-то помнили. И, судя по всему, помнили достаточно долго, потому что в 1650 году во время Хлебного бунта опять вспышка вот такого потенциального сепаратизма произошла. — Ну, так же, как и в Новгороде. В Новгороде тоже в эти периоды были восстания, поэтому... — Да, то есть люди помнили что-то, даже те, которые приехали, понаехавшие. И то, тем не менее, вдруг вот позволили себе такую фронду, ну там открытый бунт, даже не фронт, а мятеж против центральной власти. Закрыли ворота, держали осаду, как могли. Ну, насколько я помню, московское войско, Хованский не смог захватить Псков. — Не смог захватить Псков, и в итоге, в общем-то, пришлось идти на уступки. — Ну, как минимум, как водится эта московицкая ордынская власть, пообещала, но слово свое не сдержала. — Ну, пожалуй. — Ну, да, там потом, конечно же, начались репрессии, потом главных смутьянов, конечно же, арестовали в том же еще 1650 году, когда московские воеводы вновь вернулись в Псков. — Но так как людей, опять-таки, по-моему, не депортировали же всех, всех не перерезали, не заселили это выходцами за тысячу километров из других регионов, то все равно что-то у людей внутри памяти какая-то оставалось. — Ну, наверное, я тут не могу сказать. Я не уверен, что там спустя 150 лет это были осколки какой-то вечевой республики. Возможно, это уже было, ну, народ менялся, формировался по-своему, а Псков все равно всегда находился на границе. — Все равно это всегда было ощущение того, что вы там будете первыми принимать удар, и у этих людей была всегда защитная реакция. — То есть это были более самостоятельные все равно люди готовы, по определению, готовые к каким-то текущим решениям, которые не обращаются без конца к Москве. — Пришлите нам воеводы, а что нам делать? — Ну, конечно, да, потому что это, ну, на вас нападут, и вам некогда ждать, вот пока за вас решат все проблемы. — Не, ну и нападали, я помню, в школе нам рассказывали, героическая оборона Пскова от войск Стефана Батория полугодовая осада. — Да, 1581 год. — Да, уже там это от шведских войск после смутного времени, то есть и Псковичи каждый раз умудрялись самостоятельно. Еще раз повторюсь, получается, без там подхода каких-то главных сил, нам бы, главное ведь день продержаться до ночи, простоять. Тем не менее, самостоятельно могли отстоять свою независимость, но почему-то все равно оставались под контролем Москвы. — Да, ну, тогда, в 16 веке, с Баторием, грубо говоря, выиграли всю войну, которая грозила русскому государству, удержав его войска, это были сильные войска, и они осаждали Покровскую башню, которая была к тому моменту самой крупной в Европе. Отмечу, да, что вообще бастионы в Пскове и подготовка военная была достаточно сильной, и Покровская башня была крупной, самой крупной в Европе на тот момент. — В современном Пскове-то помнят об этих подвигах, преподают в школах, как пример такого пскопского мужества, без указки, не потому что циркуляр такой пришел из столицы ни шагу назад. — В конце 90-х годов наши краеведы разработали хороший учебник, он так и назывался «Псковский край в истории, извините, России». — Прощай. — И там об этом хорошо рассказывалось, и у нас в школе в том числе этот учебник был, но, насколько я помню, уже вот как-то в наши времена... — Но давайте перенесемся тогда в 20 век. Вот есть удивительные традиции, ведь как нам рассказывает современная власть? — Вот, мол, ужас, приходится все это повторять, ведь это бред, но повторим. — Никогда не было государственной независимости у Эстонии и у Латвии. — Украина — это выдуманное государство, Ленин его придумал. — Казахстан — не государство. — Финляндия никогда не была независимой государством. — А здесь парадоксальным образом... — Ну, вот, пожалуйста, не государство. — В чем-то такое не скажешь, это в школьном учебнике написано «Псковская вечевая республика». — До какой степени в Пскове вот уже в 20 веке об этом помнят? Есть ли какие-то мероприятия, праздники? Ну, сейчас, почему эта же тема как раз-таки востребованная, когда собирается... Ну, кто-то воспринимает это как такое шоу, но мне нравятся исторические реконструкции, да? Когда люди, помня там, да, о том, как наряжались их предки, собираются, устраивают постановочные иногда битвы, выглядят всё красочно, но в городе точно проходят. А в Пскове? — В Пскове это проходит, есть фестиваль «Железный град», есть фестиваль «Хельга», по-моему, он так называется, если я не ошибаюсь. То есть это всё реконструкции, но это не связано, как бы это не проводятся параллели с независимостью Пскова. Это просто как бы исторический факт. Вот люди вот так проводили время, вот так воевали. Ну, нет, по-моему, это не является какой-то основной мыслью. Ну, есть какая-то группа, клуб по интересам, например, Псковская Веча какой-нибудь? — Нет, был клуб по интересам, так называемый, в интернете, где какие-то неизвестные люди сделали, это было лет 10 назад, сайт «Псковская Вечевая Республика», и как раз педалировали эту тему, нашли вот флаг Вечевой Республики и рассказывали о том, как... — То есть есть энтузиасты, но были, как минимум. — Были, были, да, тогда за это ещё не сажали, сейчас бы их, конечно, уже всех быстренько заблокировали и посадили в тюрьму. Вот, ну, я даже интересовался, я читал этот сайт, я помню, но это вот какой-то был, были доброходы, которые интересовались вот сами несколько человек. — Значит, тем не менее, внутри, у людей остаётся какая-то историческая память, более того, историческая память проецируется на потенциальную возможность возрождения, автономии, или вдруг это всё потенциально как будто бы кого-то из псковичей беспокоит и интересует. — Псковичи сами прекрасно знают, что у них сейчас нет никаких сил, никакой возможности, и только апатия, уныние, ничего они без федерального центра не могут, к сожалению. Это связано с тем, что Псковская область — один из самых бедных регионов. Вся вот, вся историческая мощь федеральной властью, государственной властью, начиная с Петра, была низведена, так скажем, до нуля, потому что из Пскова всегда высасывали все соки. Сначала Москва, потом Петербург и Москва совместно, и сейчас, ну, все, мне кажется, уже воспринимают там регион как человеческий донор для Петербурга и Москвы, и, ну, не имеют никакой же статисти сказать, сейчас мы отвоюем там свою независимость. Мне как Петербург, что знакомы выходцы из Пскова, которые переехали в Петербург, потому что здесь там больше каких-то перспектив, карьерных перспектив, больше можно заработать, но тем не менее, там же есть еще и географические, например, объективные обстоятельства. Псков совсем рядом со странами Балтии, ну, объективно. Объективно, расскажу. Ну, это же все тоже влияние такое подспудное, что вот можно жить вот так, можно жить не в деспотии, а выбирать, чередовать там себе власть, это совсем рядом. Да, это важно, но именно поэтому пропаганда все эти годы работала по-другому. И есть другая история, вот могу рассказать. На днях я был на мероприятии, где мы встречались с латвийскими журналистами, их там было пару десятков, и я спросил их, что они знают о Пскове. Плескава, да, Плескаве. Плескава, они ничего не знают о Пскове вообще, вне зависимости, на каком языке им это скажешь. Никто ничего не знает. Об истории Пскова именно, да? Вообще о Пскове ничего не знают. Некоторые из них впервые слышали название такого города, несмотря на то, что это единственный регион, который граничит с Латвией. Ну, вот и какой там туристический потенциал. Но это вы имеете в виду, что за границей нам не поможет. Ну, помогать надо себе, я имею в виду то, что... Семен, тут просто я еще раз повторюсь, объективно вот эта близость иногда творит чудеса. Да, и для меня парадоксально, как вот эту близость можно было не использовать все это время местным властям с точки зрения туризма и экономики. Вот абсолютно бесполезно прошли последние там 30 лет для Пскова вот этой независимости от СССР, от возможности развивать отношения трансграничные, экономические, туристические. Это все ушло... Ну, может быть. А с другой стороны, ну, давайте вспомним, даже не распад 1917 года, когда там, понятно, Первая мировая война, революция, катаклизмы, сотни тысяч вооруженных людей, даже миллионы получается. А 91-й год, когда войска из Афганистана вывели мирное время, и тем не менее империя распадается, а распадается именно по окраинам, то есть не посередине России произошел раскол, а именно кто вот был на окраинах. Ну, понятно, что это были союзные республики, но тем не менее, очень быстро выяснилось, что удержать их, возможно, только силой, да и то с трудом. И раз Москва не удержала, ну, спасибо Горбачеву, не решился на масштабное применение силы, хотя не представляю, как это можно было делать в 15 регионах. Тем более, что внутри самой России такой же сепаратизм, Северный Кавказ, отдельные там проблемы. И все, и появляется независимое государство. С разной судьбой, конечно, потому что страны Балтии это одно, а Средняя Азия совершенно другое. Ну, вот катаклизм здесь, ну, там, например, не, например, я-то считаю, там, неизбежные грядущие военные поражения России в войне с Украиной и дальше. Когда вот рушатся эти связи, когда связь с центром, ну, оборвана где-то, ну, тут, конечно, на Калининградскую область в первую очередь просят, но и Псков, вот же, все рядом. И если вдруг надо решать вот текущие экономические проблемы, доставка продовольствия, да, там, гуманитарные какие-то проблемы, вот рядом Латвия, страна НАТО. А как просить помощи у ближайших, да, там, соотечественников где-нибудь в Омске, в Чите, в Хабаровске, даже какие бы они идейно близкими ни были, но, опять-таки, это географический фактор. Географический фактор еще заключается и в том, напомню, что и Эстония, и Латвия исторически претендуют на территории Псковской области. Нет, в Чите, в НАТО они отказались публично от всех территориальных претензий. Я считаю, что, может, кто-то будет говорить накануне выборов. Ну, и эстонцы говорят, в Латвии не говорят об этом, да, вот история с Петаловским районом вроде не педалируется нигде, а в Эстонии раз в год, причем там на уровне правительства, они вспоминают историю с Печорским районом. Ну, такая, опять-таки, тут же противоречивая история, если бы не эта эстонская, кто-то может даже сказать, что оккупация, страшное слово, да, если бы Печорский район не оказался на территории Эстонской республики, что было бы с Печорским монастырем? Ну, очень плохо было, конечно. Об этом помнят псковичи и ходят отдать дань уважения эстонским? Наш митрополит Тихон об этом очень так гладко говорит. Деликатно, да, издалека. Что наш монастырь, да, единственный в России. Действующим оставался. Не закрывался. Во враждебном государстве не закрывался, иконы не изымали. Вот фраза во враждебном государстве он, конечно, не говорит. Ну, это на том спасибо. Ну, в общем, если вернуться вообще к тому, что Псковская область находится на границе, проблема, ну, в первую очередь, для того, чтобы создавать вот такую автономию, нужна финансовая самостоятельность хоть какая-то, хоть ее ощущение. А второе, государство тоже не глупое. Оно и... Российское, вы имеете в виду, государство, да? Да, да. Оно и защищает себя на границе, и в том числе от вот таких подобных сепаратистских настроений защищает население, размещая там войска. Да. И в Пскове одна из крупных воздушно-десантных дивизий, в общем-то, самая сильная, наверное, самая легендарная считается. И вот это военное население, оно давно размыло другое население. Ну, вы, наверное, имеете в виду, что служат там большинство тех людей, которые... Это контрактники, во-первых. Это контрактники, да. А во-вторых, что они не из Пскова. То есть им вся эта история Псковской республики неинтересна, далека от них. Конечно, это в основном жители таких же бедных регионов, как Псков, это Кострома, это Бурятия, Тывай, приезжие там из Северного Кавказа тоже. Вот, поэтому представьте, вот какой сейчас срез населения в Пскове и в Псковской области, в общем-то, тоже. А Псковская область целиком есть одна большая проблема, напомню, это один из самых вымирающих регионов России. Так же, как и Новгородская область. Спасибо современной власти, что старинная республика и Псковская, и Новгородская переживают времена уже не просто времена упадка экономического, а такого демографического. Ну, да, я много раз... Псков, Новгород, Тверь и Тула. Печальное зрелище. Да. Заросшие поля эти. Самые вымирающие регионы России на сегодня. Поэтому вот такие перспективы у этих бывших, в общем-то, республик автономных. И беда в том, что они никому сейчас не нужны. Хотя, тем не менее, еще раз возвращаясь в 1991 год, никто же не мог представить в 1990 году, как все это быстро произойдет. Тем более, что в том числе даже самые, казалось бы, верные сторонники Советского Союза из числа представителей, ну, там все были первые секретари, да, коммунистических партий. То есть, вообще, люди, прошедшие жесткий идеологический отбор. Понятно, что все они были коммунисты, а потом вдруг неожиданным образом... Я как раз не про Прибалтику, там не про страны Балтии и не про страны Закавказья, где там, может, в крови у них была там горская какая-то тяга к автономии. А вот эти вот тихие, мирные, послушные, как говорили, голосуйте бетейками, да, в Верховном Совете, еще и СССР, на съезде народных депутатов. А тут вдруг, ой-ой-ой, не принимая участия в подписании Беловежских соглашений, кроме Назарбаева и того, который там, Казахстан, да, так своеобразно в этом во всем участвовал, посмотрим, что будет. И появились независимые все равно регионы, потому что центральной власти не было ресурсов добраться, ну и, слава богу, желание кровь проливать. Я еще раз повторюсь, это же вдруг вот начинается распад, да, сам по себе, тем более, что это не обязательно с Пскова, может быть, начаться, хоть у Пскова как раз-таки удивительные именно традиции республиканские, но есть объективный анклав, отрезанный там Калининградской области, тоже, кстати, недалеко сравнительно. Есть Северный Кавказ, бушующий, боюсь, там силами одной только Псковской десантной дивизии, не хочу до этого дожить, когда придется преступной федеральной власти топить в крови, да, весь этот сепаратизм. Скорее, даже не буквально отделение, не желание жить вот в этом полурабстве получается. Ну, все равно Псковская область, кроме того, что одна из самых бедных, это один из самых русских регионов по своему национальному составу. И когда страны Балтии тогда откололись и сами инициировали, в том числе, выход из Советского Союза, у них их история вхождения, история оккупации все-таки насчитывала там 40-50 лет. Но вы имеете в виду вообще-то советскую оккупацию, а так вот, чтобы там был парламент, как все время как раз-таки с удовольствием эти кремлевские пропагандисты и припоминают, да ничего и не было. С чего бы это вдруг там? Всегда были в составе какой-нибудь там империи, всегда были на положении, ну, таких вот, не то чтобы, может, буквальных рабов. Ну, это я даже вообще обсуждать не буду, потому что, ну, все государства как бы... Нет, спасибо. Да, а вдруг оказалось, что вот эти люди, у которых не было государственной независимости, непонятно, когда еще Библию перевели на их-то там этот, не пойми какой язык, и вдруг вот это такие серьезные демократические традиции, никакой диктатуры. Ну, я имею в виду уже там 21 век, сменяемость власти, честные выборы. И здесь, а еще раз повторюсь, это же действует иногда подспудно, когда сколько жителей Псковской области, ну, в те еще благословенные времена, когда не было проблем с выездом за границу, побывали хотя бы в странах Балтии. Ведь явно это десятки тысяч людей, которые увидели, вот можно жить вот так, им не надо было лететь на самолете, ну, у многих же россиян вообще нету загранпаспортов, нет возможности куда-то добраться. Псковск, к сожалению, в их числе тоже. Тоже все равно. Очень много, да, это очень странное для меня, да, для многих моих знакомых, странный факт, что у нас тоже где-то 70-75% населения не выезжало за рубеж. Вообще смутно, представляю, даже вот проехать там, ну, буквально 40 километров, да, надо, кому-то еще ближе, если вот он совсем у границы живет, и все равно не знает, что вот переехал границу, а там уже совершенно другая жизнь. Нету единой России, нету вот милитаризации такой безумной, в школах пропаганды. Ну, это вот важный, важный, наверное, важная вещь, на которую вообще опиралась власть, именно в том, что ей можно, людям можно говорить все что угодно, они не знают другой жизни, и у нас даже в Пскове, среди моего окружения, есть многие, кто не бывал в Москве никогда. Что вы говорите об Эстонии? Ну, может, и хорошо, а почему? Потому что они не уехали туда, окончательно. Ну, были бы ослеплены этим имперским величием. Именно, они хотя бы понимали, насколько они плохо живут. А им говорят, что, ну, вы живете неплохо, все так живут. Понимаете, все так живут, и Москва так живет. Все таки, ну, ладно, я верю. Вот, если бы они хоть раз выехали в Эстонию, и увидели бы своими глазами, что значит вот эта бедная Эстония без истории, без национальной идентичности. Без нефти и без газа. Да, я думаю, что они задали бы гораздо больше вопросов себе хотя бы. А самое главное, вот в истории с пропагандой, это хотя бы начать сомневаться. И вот... Да, ну... Но, тем не менее, есть удивительная история. Мне-то как раз таки кажется у Пскова именно уникально, что можно вот именно даже более яркой истории, чем... Что там в Петербурге рассказывать, который основан только в XVIII веке. А здесь вот и именно, что была республика, да. Мы возвращаемся к корням. Как вот опять-таки Путин любит говорить, мы же возвращаем, там, правда, все спекуляции имперские, захватить и завоевать. Да еще все перепутав. А здесь даже придумывать ничего не надо. Ну, в этом смысле да. Да, если исторически исходить... А если еще люди такие внушаемые, как вы говорите? Да, важная вещь, которая вообще могла бы стать для Пскова путем к сепаратизму и возможностью к сепаратизму. Это таможенная пошла, чего лишило государство Псковской области и других пограничных регионов, чтобы они никогда не были самостоятельными. А есть все-таки экономические рычаги, которые могут повлиять на сознание живым рублем таким, да? Это был очень важный диалог с государством, который руководители Псковской области вели где-то с 96-го года, как бы вкидывая эти вещи и получая вот так вот по рукам, когда говорили, ну, можно нам хотя бы там, ну, 10-20% в региональный бюджет от таможенных платежей. Им говорили, вы что, вы охренели, что ли, извините за выражение. А, значит, боится власть в том числе и таки? Конечно. Тому Пскову еще раз вот... Псков жил бы только на доходах от таможенных платежей, они бы составляли, даже если бы это было около 20%, мы считали, это нынешний бюджет Псковской области вот вполне закрывался, не нужны были бы никакие дотации, никакие субсидии и субвенции. Я просто напомню, географически Псков уникально расположен так, что здесь протекает единственная, по сути, и главная трасса с севера на юг, ну, из Петербурга в Белоруссию и дальше в сторону Украины, и точно так же с запада на восток, из Балтии. Все равно Псковскую область трудно миновать, чтобы добраться до Москвы. Ну, например... Рижская трасса. Да, у нас была статистика по перевозкам Мерседесов, вот 60-65% возимых Мерседесов на территорию России возились через Псковскую область, поэтому... Это хороший потенциал такой экономический, выгодное, как нас учили когда-то в школе, выгодное положение у Пскова осталось до сих пор удивительным образом. Три границы. Латвия, Эстония и Республика Беларусь. С тремя государствами у нас граничит только, по-моему, Республика Алтай, если я не ошибаюсь, там Китай, Монголия и Казахстан. Немножко другая получается уже история. Ну, совсем другой край, да. Ну, да, тем более тут Евросоюз, и с точки зрения перспектив европейской интеграции, европейского развития, уникальное положение. У меня коллега на прошлой неделе в первый раз побывал в Пскове, он сейчас тоже в Риге живёт, и он говорит, я приехал в Псков, ну, это европейский город, особенно если в центре, да, и особенно если... Всё-таки что-то есть европейское в сознании, в понимании. Да, как можно было завалить вот такой регион в таком месте с такой историей, с такой архитектурой, ну, то есть, ну, он не понимает. Я понимаю, потому что я видел всех последних руководителей региона и видел, как они работают. Абсолютно, каждый высасывал все последние ресурсы из региона, которые только можно было. Такое слово-то сейчас ругательное. Варяги, получается, да, которые, как это называется, которые пришёл, разграбил, потому что всё равно потом уйдёт. Да. В таком, в негативном ключе. Один петербургский варяг пришёл, разграбил, напомню. Чувствую себя виноватым. Но в Петербурге не лучшая ситуация с губернаторами. Ну, в общем, да, сначала семья Турчаков там разграбила частично и Петербург, а потом уже пришла к нам. Старший Турчак, да, младший уже в Пускове там занимался. Денис, большое вам спасибо. Желаю, чтобы мы дожили до благословенных времён, когда можно будет решать будущее в своих регионах на референдумах, на честных прозрачных голосованиях без кровопролития. И, может быть, жить дальше жизнь своего региона, своей области, своего города, будущего своего, своих детей мы сможем решать самостоятельно, а не по указке из федерального центра, который, по сути, такая же, да, там, имперская столица, ардынская. Так, конечно. Редактор издания «Псковская губерния». Всем до свидания. Спасибо, до свидания. Редактор издания «Псковская губерния»